Сегодня поставлена задача в текущем году его сдать и заселить. Задача очень непростая, но я ориентирую сегодня и свои службы, и главу муниципального района на то, чтобы эта задача была безусловно выполнена. Садила в четверг в Савину приехали активисты Народного фронта. В окнах промелькнули несколько рабочих. Прорабы и полноценной бригады на объекте нет. У них проблемы с финансированием, нехватка денег, у них сложно работать на таком отдаленном расстоянии, скажем так. Они не знают здесь ни поставщиков материалов, у них сложности, то есть они идут в притык. У нас неоплаченных работ по дому нету, то есть 15,2 миллиона в настоящий момент оплачено. Все, что у них выполнено, у нас оплачено. За администрацию в этом плане задержки никакой нет. У фирмы из Севера Двинска, которая и выиграла конкурс, судя по всему, не хватает собственных оборотных средств, чтобы выполнять работы вперед. При этом от объекта подрядчик не отказывается и обещает завершить его своими силами. Сейчас внутри устанавливают гипсокартонные перегородки, проводят электричество. Говорят, даже крыша заказана, но денег на нее нет. Механизмов заставить подрядчика работать, расторгнуть с ним договоры, сделать иные шаги достаточно много. Если это никому не интересно, это не нужно и не хочется получить готовый результат хороший, это не вина подрядчика, это вина, в первую очередь, заказчика, я считаю. Готовность объекта по оценкам Народного фронта менее 50%, тогда как износ этого дома уже, кажется, приближается ко всем 100%. Здесь который год жители ждут переселения. Екатерина Ивановна, или как зовут ее местная баба Катя, говорит, что с такими темпами строительства она в своей новой квартире может и не успеет пожить. А в нынешней и вовсе страшно находиться. Вот так спишь ночью, как трещи, кажется, вроде он сядется, или что льдом, вот что только боимся, этого, что дом-то чувствуем разваливается, вот чего боимся. Из благ цивилизации в доме номер 9 по улице текстильной поселка Савина только газ и отопление. В 21 веке люди живут без туалета. Воды нет, туалета нет. Все на улице, а там все забито. Просили, чтобы построили нам новый, вот пришлось самим нам копать эту яму. Сделали сами все. До стройки нового дома в Савина ждут 74 человека и как минимум один рыжий кот Степан. Согласно обновленной дорожной карте, которую администрация района направила подрядчику, новоселье запланировано на июль 2018 года. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Савина.